Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Надо учитывать, что это было как раз то время, когда основывались официальные куменические организации Они же хотели создать именно неформальную организацию, в рамках которой было бы возможно встречаться в дружеской обстановке, устанавливая просто личные человеческие взаимоотношения, что практически невозможно в ситуации, когда ожидаются конкретные результаты Очень важным моментом в контексте этого содружества в те времена была возможность молитвы о христианском единстве В то время члены Церкви Англии, члены Православной Церкви, особенно Русской Православной Церкви Очень надеялись, что будет достигнут такой уровень взаимопонимания, который позволит представителям обеих конфессий даже вновь причащаться друг у друга И у них были серьезные основания так полагать Конечно, ситуации, которые были тогда, довольно заметно отличаются от сегодняшней ситуации Но все-таки и сегодня содружество существует с этим ощущением важности личного контакта, личных отношений и молитвы о единении христиан А также, конечно, необходимости общей работы, изучения и академического исследования богословских тем Сколько сегодня содружества насчитывает членов? Кто наиболее авторитетно, известные члены содружества? По всему миру содружество в качестве своих постоянных членов насчитывает от полутора до двух тысяч человек Это не такая большая организация, но ее влияние чувствуется, в частности, через наш журнал «Соборность», который издается на протяжении вот уже нескольких десятилетий Среди наших членов есть представители англиканского сообщества, римско-католической церкви, иных западных конфессий, проявляющих интерес к православию, к восточной церкви, к патристике У нас довольно известная организация С самого начала в нашем содружестве стремились к тому, чтобы в качестве почетных членов в нем участвовали видные деятели, причем не только из православной церкви, но и из церкви Англии и англиканского сообщества В настоящее время среди наших почетных членов архиепископ Кентерберийский Роун Уильямс, митрополит Диоклийский Каллистуэр, архиепископ Григорий Феотирский, являющийся главой архидиоцеза Константинопольского патриархата Великобритании, а также архиепископ Елисей Сурожский, возглавляющий Сурожскую епархию Московского патриархата Кроме того, нужно назвать еще епископа лондонского Ричарда Чартерза, хорошо известного по своей работе по сближению церкви Англии, в частности, с Русской Православной Церковью Возможно, вы удивлены тем, что в этом списке нет представителей Римско-католической церкви, которой принадлежат многие выдающиеся богословы и ученые Исторически сложилось так, что между Содружеством и Римско-католической церковью была некоторая дистанция Не потому, что так было задумано, а в связи с тем, что, когда Содружество создавалось в конце 1920-х годов, католикам было запрещено участвовать в каких-либо экуменических организациях и какой-либо межцерковной деятельности Более того, тогда глава Римско-католической церкви в Великобритании издал энциклику, запрещавшую католикам, находящимся под его юрисдикцией, участвовать в Содружестве Святого Албания и Преподобного Сердия Теперь, спустя 70 или 80 лет, мы все еще преодолеваем последствия этого, но некоторый прогресс в этом отношении имеется Стивен, когда Содружество только появилось, фактически экуменизм только зарождался, только появлялись экуменические организации И тогда экуменизм представлял собой нечто иное, чем сейчас Вот чем отличался экуменизм в то время от экуменизма наших дней? Да, это довольно сложный вопрос Да, это довольно сложный вопрос Время, когда создавалось Содружество, было временем больших надежд и серьезных возможностей для постепенного сближения православной церкви и западнох христианских церквей Конечно, за последние 40-50 лет в англиканском сообществе произошли большие изменения Позиции англиканского сообщества в отношении многих богословских вопросов отличаются большей гибкостью, чем это было тогда Англиканское сообщество в целом и церковь Англии в частности претерпели большие изменения Которые сделали работу по объединению христиан более напряженной и в отношении первоначальных целей значительно более труднодостижим Как православному мне сложно себе представить по состоянию на сегодняшний день какую-либо возможность возобновления причастия между православными и англиканским сообществом С другой стороны, мы как православные можем посмотреть на проблемы, с которыми столкнулась англиканская церковь И признаться себе, что это проблемы, которые тоже либо уже существуют в нашей церкви Либо, если они еще не возникли, скорее всего, возникнут в течение ближайших двух-трех десятилетий Когда-нибудь мы сами будем вынуждены встретиться с этими же проблемами лицом к лицу Многие из проблем, с которыми приходится сталкиваться церкви Англии, происходят от того, что она пытается быть влиятельным институтом общества и соответствовать современным веяниям Способы, которые она выбирает для решения этих проблем, отличаются от тех, которые бы выбрала православная церковь Однако мы не можем отрицать, что схожие проблемы существуют в обеих церквях Возможно, в связи с этой непростой ситуацией мы, как православные, можем отнестись к тому, что переживает англиканская церковь в целом, как к своего рода предсказанию испытаний, которые и нам предстоит пройти на некотором этапе И как я и говорил в начале, самым важным фактором в жизни содружества и общим выражением единения в том виде, в котором оно существует сейчас, является личная дружба В связи с имеющимися затруднениями, факт личной дружбы имеет чрезвычайно важное значение Поскольку если у человека появляется личное отношение с другим человеком, их трудности становятся общим делом, когда необходимо трудиться, молиться и носить тяготы друг друга, потому что эти трудности касаются не только самого страдающего, но и его друга Как вы сами видите, личная дружба, возникшая в контексте сообщества, продолжается годами и десятилетиями, и это очень важное отношение Большое спасибо за интервью Спасибо Спасибо Спасибо